как открывались в людях бесы из записной книжки иеромонах пантелеймон козни бесовские одна женщина попросила меня дать ей мою тетрадь с выписками из святых отцов о смирении пообещал переписать ее в нескольких экземплярах когда она приехала в другой раз в ней открылся бес который залаял собакой я боюсь я боюсь я боюсь так сваливая что ты сидишь ой я боюсь ой все равно же уйдешь ой уйду конечно уйду я ж ее долго мучу уже четыре года сижу в ней ой ой двух лет сижу я уже с ней с ростя ой что будешь молитвы ждать или сейчас ой я уже не могу больше не могу не могу ну так взял и пошел ой каждый день выхожу и молиться и дома выхожу везде выхожу море по частям выхожу мне сознание отобрали отобрали выявила его смирение приехал болящий в наш храм мы стали молиться о нем и вдруг он завыл сиреной веса спросили за что вошел в этого человека оказалось за ловлю и продажу рыбы воскресные дни и праздники женщина лежала в больнице и однажды пришла навестить ее верующая которая всегда носила в сумке святую воду и евангелие просфору псалтирь и молитва слов без сразу учуял святыню и закричал устами болящий оружие в сумке оружие у нее огородица при решении к тебе прибегов чистое спадение требуя возить и не существующую ему душу тамара что ты там делаешь тамара давай уходи а бабка ушла и ты уходи за ней сразу уходи 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 на тамару и что за папка такая вот необъяснительная моя бабушка родная мне сделала и вот насколько мы знаем она в акафисте когда мы дома акафиста читаем всей семьей они разговаривали они это кто бабушка моя тоже тамара ее зовут зовут и вторая тамара она говорит она зашла потому что ее заставила моя бабушка они прямо разговаривали внутри вас да то есть вашими устами разговаривали вот как сейчас мы а то есть фактически получается вы говорили на разные голоса да да а каким образом бабка ушла когда это произошло сегодня говорит сегодня вышла а то есть это вот сейчас во время отчитки да вы прям почувствовали или как то ли я не чувствую у меня было три их сначала девушка одна сделала мне тоже подруга моя она вышла давно еще я тоже ничего не чувствовала потом только на акафистах они сказали говорит ольга сегодня вышла и вот сегодня опять тамара говорит бабушка вышла а как вы думаете почему они в вас вошли они говорят что мне было три годика когда они вошли я не знаю а вы были крещены тогда да меня крестили в четыре месяца а вот сейчас вы слышали вот когда во время молитвы да то есть по грехам родителей получается да ну ничего молитесь они вот недавно недавно только заговорили когда мама ходила в церковь каялась они ничего не проявляли себя а папа пришел через четверг покаялся и вот тогда они только заговорили то есть покаяние это то чего они больше всего не любят да значит именно к этому мы должны прибегать да слава богу дай вам бог и ваши родители спасибо господи как-то приезжает ко мне верующий со своей женой и рассказывает следующее отправились мы к преподобному Серафиму Саровскому в Дивеево и вот после целования мощей бес открылся в моей жене сейчас дорогой он говорил обо всем один монастырский батюшка который отчитывал одержимых шел по территории обители в это время приехали трое важных начальников когда они поравнялись с батюшкой один из них вдруг запел петухом приехала из Москвы одна девица когда на нее был накинут священный пояс в ней открылся бес оказывается ранее она работала в кукольном театре и когда на пасху принимала участие в представлении с ней впервые случился припадок с того времени припадки стали постоянными на другую женщину тоже был накинут священный пояс бесноватая повалилась тогда священник вопросил беса за что вошел ела пила и не крестила последовал ответ двое супругов привезли в монастырь отчитать младенца когда священник стал читать заклинания ребенок начал гримасничать и плакать но что самое неожиданное бес вдруг заговорил и в матери вот какое воспоминание оставил схиегумен Иоанн Валаамский у меня был брат жил в Петрограде держал трактир торговал хорошо а я в то время жил на подворье Валаамского монастыря однажды приходит брат ко мне когда он вошел в келью то почему-то стал очень волноваться я посадил его на стул а вверху были иконы с мощами вдруг брат скакивает со стула и кричит гадкие гадкие иконы и побежал из кельи я остался в недоумении что это такое с ним случилось неужели бесноватый оказалось что действительно бесноватый на следующий день пошел я к нему жена его и говорит когда он пришел домой очень взволнованный то стал кричать что больше никогда не пойдет к вам там гадкие иконы а когда я читаю ему что-либо из Евангелия он тревожится не говори мне это если покропить еду святой водой он уже не будет есть хотя и не видел что кропили приехала в храм начальница железнодорожной станции когда стали молиться бес сразу дал о себе знать я спрашиваю а знаете ли что у вас сидит бес да однажды я пришла к матушке приходского нашего священника она в это время читала Евангелие бес и проявился как-то собрались верующие помолиться вместе в доме святому мученику ванифатию во время молитвы в одной верующей открылся бес он заговорил был такой же случай собрались помолиться общей молитвой которая вообще сильнее одиночной у хозяйки дома в котором молились в иконе была частица святых мощей бес и открылся сказал что чувствуют в доме святыню у нас в храме был крест с частицей животворящего креста приехали четверо верующих женщин помолиться когда я вынес крест для целования то поцеловав его первая упала я подал крест второй она упала на первую третья упала на вторую четвертая на третью крест показал что все четверо духовно больны руными я боюсь я боюсь я боюсь я боюсь я боюсь реагировал. Некоторые боятся самого батюшку, некоторые воды боялись подойти к кресту. ПЕСНЯ Я не могла вообще смотреть на крест, не могла. Начинает батюшка говорить, и все, мне плохо. Против моей воли. ПЕСНЯ А, то есть это не вы боитесь все-таки, да? ПЕСНЯ Нет, нет. Ой, боится нечистая сила. ПЕСНЯ А вот после того, как батюшка попрестил вас, или там вот после того, как вы причастились, что вы чувствуете? ПЕСНЯ Легче, прям вот, все тело слабее, и все. Куда это, прям вот, провалишься. ПЕСНЯ Крой на крови, а чего ты хочешь? ПЕСНЯ Хвосты все повыдергали. Крой на крови, а чего ты хочешь? ПЕСНЯ Правильно, королева, мы с тобой решили, нафиг сейчас вылезем из них и пойдем по мужикам. Вы знаете, как там сидит дух немощный, он мне, не дает он мне, но, вы знаете, там их много у меня уже было, я уже от многих освободилась. То есть они выходили из вас? Да, да. А в чем это выражалось, как это происходило? Ну, я чувствую, например, от меня, когда уходила, я чувствовала трепыхание на этом вечере. Я даже почувствовала это, а вот когда уходят, они становятся сразу легко, облегчение, ничего не болит. А они у вас разговаривают или просто это чисто немощные духи? Разговариваю. И что они говорят? Зачем ходишь в церковь, зачем идешь? Не пускают меня потом, когда вот собираюсь в церковь, они все-таки меня остаются. Не пустить туда то машину, то еще что-нибудь, то болезнь, напусть, что немощь такую, что я лежу, вот, стою, молитвы читаю, и я... Ну, вы вот как, как вы чувствуете, кто сильнее, вы или они? Господь сильнее. Господь сильнее, да. Ну, слава Богу, вы молитесь, да? Да. Да, да, я чувствую, что мне нужно в вере укрепиться, и мне, да, 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 все, да, меня... Я это знаю просто, потому что вот так вот, я уверена в этом, Господь помогает. Как-то подошли причащаться одна верующая, и вдруг скулы ее широко раздвинулись. Это движение ясно показало, что она больна. Много было и таких, которых, наоборот, невозможно было подвести к святым тайнам. Однажды пришла женщина в соборный храм во время богослужения, и в ней открылся бес. Она вдруг закружилась. Водитель скорой помощи, мужчина лет сорока, жизнерадостный и полный сил, отправился с экскурсией осматривать достопримечательности одного старинного города. По нужде зашел в заброшенный храм, нагадил там, запачкал стены, а потом со смехом и богохульствами рассказывал об этом своим друзьям. Вернувшись домой, почувствовал боль в животе, обратился к врачам. Они ничего не обнаружили. Начались обследования, анализы, и все безрезультатно. Приехал в храм и на службе захрюкал. Тогда он многое понял. В Никольский соборный храм пришла женщина и подошла к распятию. Неожиданно в ней закричали как бы сто голосов, и она упала. В крестопоклонную неделю был вынесен для поклонения святой крест, в котором содержалась святыня. Все подходили и прикладывались. Но когда приблизилась одна женщина, бес в ней заговорил разными голосами и не дал приложиться к кресту. Так и ушла. Не поцеловал креста. Года четыре назад приехали к нам верующие, мать с дочерью, откуда-то издалека. Разговаривая с ними, я перелистывал в Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Дело было летом. Мы сидели на скамье напротив храма. Когда я открыл статью о старце в Ирицком Серафиме, где он был изображен в схемническом облачении, одна из приезжих дочь зашипела на старца, как змея. Видно, крепко не любит бес прозорливого Серафима. Как-то уже давно приезжает ко мне одна девица и жалуется. Родители говорят, что она бесноватая. Спрашиваю, а на отчитке была? Что она показала? Ничего во мне не нашлось. Стал я ее проверять, но тоже безрезультатно. Приди завтра. У нас будет специальная обедня по болящим. Не откроется ли тогда бес, если он есть в тебе? И что бы вы думали? На другой день во время обедни бес таки в ней проявился. Нужно было видеть, как он ходит. То подымается грудь, то колышется живот. Но бес сразу ее увез. Больше она никогда у нас не показывалась.